Да, вот он он, ой, какой он милый, вы посмотрите на него. Мы реально залезаем к нему в голову. Абсолютно неожиданно, добро пожаловать в музей Шизы. Что за хренотень, спросите вы, и я вам отвечу. Примерно 5 месяцев назад я начал играть в игрушку под названием Кошачий музей, точнее музей Шизы. Что? Мать его, здесь происходит. О-о-о-о! Кисапегас! К сожалению, игра была забагованная, играть в нее было сложно, и я отложил ее в дальний ящик, но сегодня я ее достал. Ставьте лайки те, кто соскучились по вот таким вот странным вещичкам, да, вы в принципе сами понимаете, что здесь будет происходить. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, потому что это будет интересно, и нам, насколько я помню, нужно вернуться в холл. Но прежде чем я вернусь в холл, мы с вами сгоняем направо, потому что я там не был. Говорят, что то, что видишь перед смертью, навсегда остается перед глазами. Что, они котиков увидели? Почему там сверху котики сидят? А вот этот вот, что перед смертью увидел? Одноглазый ребенок. Хм, он мне не встречался раньше? Да, встречался чуть раньше он нам. Опачки, это лифт какой-то. Мы должны уехать в холл. Насколько я помню, игра закончилась на моменте, когда мы должны были вернуться. Здравствуйте, леди Димитреско. Можно, пожалуйста, мне в холл доехать? А, пожалуйста, спасибо. Все, выходим. И вот он, наш музей Шизы. Хм, вообще никакого запаха. Если бы эти глаза пахли, я бы начал напрягаться на твоем месте. И я должен вернуться к нашим непонятным головам. Ты вернулся и воняешь, воняешь дохлой крысой. Это подарок от кошки. Кошки тут все заполнили. Но им больше некогда идти. Что они несут, гляжу, это работа тебе по силам. Да я вроде ничего такого не сделал. Буквально 5 минут там поработал какой-то фигней, позанимался. Сделал из гусеницы пацана и нормально. Кстати говоря, возможно, некоторые из вас не смотрели первую серию. Я ссылочку на нее оставлю в подсказке. Можете заценить после того, как посмотрите эту серию. Не, ну это же музей шизы, нужно смотреть все в обратном порядке. Как настоящий шизофреник. О, ты славно, ты справился с испытательным сроком, поздравляешь. Да что вы несете в музей, сейчас не хватает персонала. Он пропускает воздух, словно дырявый воздушный шарик. И он, кстати говоря, висит на шарике. Вид у тебя растерянный. Пшшш. Ладно, я не буду больше щипеть, что-то мне это самому надоело. Как ты сюда попал? Я, я не помню. Странно, все приходят сюда с какой-то определенной целью. Кто-то ищет картину или антикварную вещицу. Некоторые приходят за костями. Как же ты забыл такую важную вещь? Так я вроде местный новый хранитель или смотритель. Возможно, мне специально память обнулили, чтобы я не страдал. Помни только вывеску с надписью «Чудо-яйцо», а я не помню никаких чудо-яйц. Чудо-яйцо? Ерунда какая-то. Попробуй потолковать с поэтом в зале скульптур. Он, возможно, тебе поможет. Так, в зал скульптур нам нужно. По идее, нам нужно обратно на лифт. Давайте мы прогуляемся налево. Я хочу освежить тебе память. Как это крипово. Мне кажется, это прошлые смотрители музея. И в будущем здесь будет моя голова висеть. Что очень, на самом деле, прискорбно. И дальше я не могу никуда пройти. Эти ребятки меня напрягают. Надеюсь, там все-таки не окажется моя голова по итогу. И, возможно, мы можем дать крысу вот этому котику. Держи, котик. Мяу! Да, котик, хочешь дохлую крысу? Нет, не хочешь? Почему никто не хочет дохлую крысу? Может быть, ты хочешь дохлую крысу? Нет, может быть, мой котик хочет дохлую крысу? Нет, никто не хочет дохлую крысу. Блин, это очень грустно как-то. Дохлые крыси как минимум грустно. Ну, потому что она дохлая. И ладно, поехали в зал скульптур. И если мы соберем много лайкосиков, я даже думаю, все-таки пройду эту игру до конца. Давайте начнем с 5000 лайков. По классике, попробуйте собрать 5000 лайков, и мне будет очень приятно. Он покрыт густой темной жиджей. Ааа, это кокон, фу. Я думал, это скульптура такая. Это у нас какой-то демонюка эльф циклоп. Вот прям намешали все, что только могли. Это у нас и себя любит, судя по всему. Он, знаете, прям так, а, любит себя очень сильно. А здесь нам нужен ключ, или что это такое? Один. Ааа, это какой-то код. Ну и где я должен его взять? Наверное, я кому-то должен дать дохлую крысу, и кто-то мне в обмен за дохлую крысу даст код. Да, вот примерно так это будет работать. Здесь никакого кода нет. Даже близко. Блин, я должен его в холле найти, что ли? Ну и вонь. Дааа, вонища. Может быть, я должен здесь? Не понял. Я должен покликать. Неожиданный поворот событий. Давайте разрушим. И это у нас говорящая голова. 7, 5, 1. Элементарно. Я не знаю, как до этого можно было додуматься. Я на рандом это сделал. 7, 5, 1. И готово. Я должен потянуть за язык. Ну и мерзость. Да, эта игра не стесняется показывать мерзкие штуки. Поехали, что ли? Что здесь еще интересного? Какую еще шизофрению вы мне покажете? Здесь у нас античные скульптурки. И я могу тоже стать как античная скульптурка. Видимо, здесь будет бегать монстр. И таким образом я спрячусь. Седа, котейка. Ты совершенно не палишься. Никто нас не заметит. Давайте сходим направо. Ага, я тебя вижу. Ты дергаешься. И ты вылезешь. И, возможно, захочешь откусить мне мою черепушку не очень умную, да? Одиночество. Одиночество. А это и есть поэт? И юное создание как раз вовремя. Он должен вот так вот сидеть. У меня тут граммофон сломался. Сможешь его починить? Окей, я посмотрю, что я могу сделать. Давай мы с тобой поболтаем. Эта штуковина на Ладен дышит, но я нежно ее люблю. Видимо, это отрывок какого-то стиха, че еще рассказываешь о одиночестве. Ему очень одиноко. Кстати говоря, вся эта сцена похожа на картину Сальвадора Дали. При этом сюда намешали античность. Либо у меня уже у самого крыша едет. Это что такое? Возможно, сюда мы должны положить дохлую крысу. Нажать на кнопочку. И у нас кошачий хвост появился. Жесткий хвост. Ну и нахрена он мне нужен? Я потратил крысу зазря. Теперь у нас нет дохлой крысы. Что она с ней сделала? Она ее сожрала. Боже, ну и кошмар. А-а-а. Я должен воспользоваться хвостом. В качестве иглы. Охренеть, не встать. Вот это поворот. Я удивлен, что это работает. Это гребаный крысиный хвост. Так, а музыка-то играет вообще? Да, музыка вообще просто... Чудесно. То, что надо для созерцания. Созерцание, созерцание. У вас, похоже, даже ноздри погрузились в созерцание. Говорят, ты ищешь некое чудо-яйцо? Ой, ему котики донесли. Вот, наверное, вот этот вот черный котейка сидит так подозрительно. Озирается. Надо подумать, надо подумать. Созерцание, созерцание. Может, ты направишь свое созерцание на чудо-яйцо, пока я сам тебя в чудо-яйцо не превратил? Вот бы залезть в его голову и самому поискать ответ. Мы тут не в психонавтов играем. Как ты забрался забираться ему в голову? Мы через ухо заберемся ему в голову? Серьезно? Что у него за существа в главе живут? Что я должен им дать? Мы реально залезаем к нему в голову? Чего, блин? Так, ну и где я? Ага, видимо, игра опять залагала. А, нет, игра не залагала. Они ее обновили, вроде больше не лагает. Я просто должен собрать здесь картиночку. Окей, это будет как-то сложно. Но я думаю, я справлюсь. Я же не тупой, не тупой. Пазлы-то я могу собрать? IQ мне хватит для собирания пазлов, по крайней мере, да? Хватило. Это у нас чудо-кота-яйцо как раз-таки, да? Так, еще мозг здесь есть. А, это и есть чудо-яйцо внутри кота. Я как будто попал в русскую сказку. Взяли, наверное, кота, запихнули яйцо в яйцо. Еще кого-нибудь, крысу какую-нибудь дохлую внутри крысы. Еще что-нибудь, возможно, еще одно яйцо. Или иголка какая-нибудь. У меня ухо чешется. Это и есть то самое чудо-яйцо, верно? Прямо как отметка у меня на руке. Похоже, в нем заключена сильная магия. Он должен это еще повторять. Сильная-сильная магия-магия. Созерцание-созерцание. Оно связано с одной весьма важной жизнью. Да, созерцание-созерцание, конечно. Ах, скоро внизу подадут ужин. Наверное, из дохлых крыс. Мне и с ужином нужно помочь. Но у нас не хватает рук. Ужин подают в картинной галерее. Если поспешишь, успеешь вовремя. Я сомневаюсь, что там будет что-то вкусное. И, ах, конечно, он вернулся. Вот подлюка! Опять убегаем, убегаем. Не созерцания никакого. Все нормально. Прячемся, прячемся. И теперь уходим-уходим. Да, котейка? Он что, следил за мной? Кажется, у него на спине что-то было. Кстати говоря, на спине у него дохрена чего было. Там прям целая вселенная у него на спине. Чувак, тебе нормально, а? Может тебе, не знаю, яблоко принести? Может ты тоже перекусишь? А я тем временем поднимусь наверх и отдохну. И хотя, я думаю, не время отдыхать. Мы сейчас еще должны будем поварам всяким помогать. Готовить всяких жуков каких-нибудь, да? Что здесь происходит? Мальчик несет на спине разрисованную доску для рисования. Это оммаж, видимо, на одну очень известную картину. Это у нас Человек-Свечка. Не, ну а почему бы и нет, собственно говоря. Топаем, да? Ага, Альша, у-у-у. А вот эту отсылку, я не понял. У меня прям что-то мурашки меня дернули. Какое-то трипофобное у нее лицо, знаете ли? О, еще одна известная картина. Что здесь у нас изображено? Угу. Дамочки собирают колосс. И я могу перекрашивать им шапки зачем-то. Зачем? Почему? Непонятно. Окей, выходим обратно. Еще одна картина. Ааа, я что, на рандом накликал и у меня получилось? Привет, котик. Котик даст мне ключ. Сила рандома! Ух! Ха-ха! Я серьезно на рандом натыкал. Нужно было сопоставить их цвета с котами справа. И я реально это сделал абсолютно на рандом. Это чудо какое-то. Это у нас Человек-Цветокоглаз. Неплохо. Ооо, это Девушка с Сережкой. Тоже очень известная картина. Ну, в принципе, это картинная галерея. Гребаный музей. Чему я удивляюсь? Я должен ее стереть? Это нормально то, что я стираю всемирно известную картину. Гребаный шедевр мирового искусства. Я реально ее стер? А, я тут прятаться буду под конец. Окей. Но сейчас я, судя по всему, должен зайти в дверь слева. Чем он ее вообще стер? Кстати говоря, ему идет нормальный такой пацаненок красивый. Его бы прям на картина. Ну, а пока погнали сюда. Большой замок, но у нас ключ. Ключ есть. Э, кот. Куда ключ сделал? Тут же был ключ только что. Большой замок. Ключ. Котейка. Давай я тебя почешу, что ли? Хочешь, чтобы я тебя почесал, да? У него же был ключик. Или куда он его делал? Что, я обратно должен вернуться? А, вот он ключ. И, конечно, мы должны убегать, но это уже другой монстр. Боже мой, какой ты страшный. Но зубы у него чистые. Ну, а знаете, обычно у монстров зубы всякие желтые страшные. Ну, у этого грибы растут на жопе. Ну, тоже неплохо. У кого-то зубы гнилые, у кого-то грибы на жопе. Ну, у каждого монстра своя проблема. Это создание совершенно не похоже на то, что я видел минуту назад. Оно куда больше. Его глаза так быстро вертятся, что можно встретиться взглядом в любой момент. Главное не встречаться. Тебе по-хорошему вообще глаза закрыть. И у меня теперь есть ключ, я могу пройти дальше. Мне нравится, что в этой игре очень просто можно убегать от монстров. А это очередной лифт? Нет, это продолжение картинной галереи. Здесь еще целая куча известных картин. Опять же, девушка с сережкой. Мы топаем дальше. Там вроде Ван Гог сверху. О, а вот этого чувака я помню. По-моему, это из их прошлой игры про Шизу, паренек, а? У этой картины нет названия. Мяу. Какое странное совпадение. Кстати, если не видели прохождение прошлой игры от этих ребят, там у нас Шиза прохождение было, можете заценить на канале. Было интересно. Ну вы сами видите по этому пареньку, что было охренеть как интересно. Мы топаем дальше. А вот он и Ван Гог, кстати говоря. Как же без отсылочки на Ван Гога? Это у нас... Ох, что-то знакомое. Но я не помню, как называется эта картина. Если вы вспомнили, напишите, пожалуйста, в комменты. Мы можем ее выключить. Зачем-то. Что нам это дало? Давай мы обратно тебя включим. Так, включаем обратно. Лучше со светом. О, вот эту картину я тоже знаю. Да я, в принципе, все эти картины знаю. И вот этой жабе как-то не по себе, да? Че-то как-то ей плохо. Топаем дальше. И здесь нет ничего интересного. Только очень странный запах от этой шкурки кота. Внутри вижу поры. А у какого животного такая огромная шкура? Видимо, у кота переростка. Здесь три таких шкуры. А дальше у нас очередной замок. И, видимо, мы должны узнать код на этих трех шкурах в темноте. А этот код начнет внезапно светиться, да? Давайте мы свет выключим. Благо, у нас есть светящаяся котейка, которая, если что, нам поможет. Вырубаем светильник и аккуратненько оттопаем, да? Теперь проявится код. Что это такое? Это местный код. Глаз, треугольник, кружок. Ну, давайте проверим. А, я должен обратно теперь свет включить. Ладно, я запомнил. Глаз, треугольник, кружок. Давайте введем этот код. Так. Глаз. Вот он у нас. Треугольник. Он здесь, благо, всего один. И кружок. Все. Готово. Опять тянем за язык. Немного ловим кринжа и мерзость. И проходим дальше. Надеюсь, что дальше не будет никаких монстров. Надеюсь. А, это ужин. Вот это я понимаю отсылочки. Это у нас тайная вечеря. И там посередине сидит очень известное лицо. Если я не ошибаюсь, это у нас картина Леонардо да Винчи. Точнее, отсылка на нее. Витя мое, я думал, ты не придешь. А я пришел. Да, он тоже в шоке, кстати говоря. Это же он. Охренеть. Вечереет. Предлагаю поужинать яйцом с совокошки. Совокошка? Что? Яйцом с совокошки? Оно, наверное, дорогое. Да, но если не съедим его сейчас, оно испортится. Не беспокойся. Я тебя перемещу. Прямо сейчас? Видимо, да, прямо сейчас. А еще он умеет делать из воды вино и по воде ходить. Крутой вообще чел, на самом деле. И... Вор! Что? Я? Сколько раз повторять? Он все еще жив! Подожди еще месяц! Нет, всего один день! Птенец вот-вот вылупится! Я это знаю! Я чувствую вдыхание и сердцебиение! Мне нужно приложить больше усилий! Я... Я дай... Дай мне чуть больше времени! Если кто не понимает, что здесь происходит, то у этой совокошки есть яйцо. И оно, видимо, очень долго не вылупляется. И вот... Чуваку показалось, что оно испортится скоро, поэтому мы должны его съесть. Мне кажется, это яйцо... А, нет-нет-нет-нет-нет-нет! Только не сейчас! Куда подивался этот маленький проказник? Если с ним что-то случится, мои двое детишек, бедные мои детки! У вас двое детей? Убежал, стоило мне лишь отвлечься на яйцо! Понятия не имею, где он... Ага-га! Нет! А если он выбрал снаружи? Ведь его крылышки! А как же яйцо? Я нужна его высиживать! Это тоже мой малыш! О, боже мой, что же нам? Прошу, помоги найти моего ребенка! Ну, слушай, я думаю, его будет легко найти, если он такой же крылатый кошар. Он... Он не мог далеко уйти, да? Да, я знаю, я ужасная мать! Ну, у тебя по глазам будет здесь видно, какая ты мать! Так, мой котейка сразу куда-то побежал, давайте мы попробуем его поискать. А вы не видели здесь... Что, мяу? Что такое? Что, думаешь, совенок здесь? Мяу! Он думает, совенок внутри. Что это такое? Ага, здесь у нас следы снизу. Справа следы, по-моему, какой-то кошки как раз-таки, а слева птенца. Пойдемте по следам кошки. И я как будто никуда не прихожу совершенно, как будто это не работает. Ладно, пойдем по следам птенца. Опачки! То есть я должен угадывать. Ну, явно не бриллианты нам нужны. Он вроде не осыпан бриллиантами. Это либо шерсть, либо вот это вот что это вообще такое? Листья какие-то. Ну, точно не вот эти зеленые листья. Пойдем на шерсть. Я угадал? Нет, я не угадал. Следовательно, вот это вот. Это перья. Ага, угадал дальше. Что у нас следующее? Ох, вот это будет сложно. Давайте мы вернемся, наверное, к мамке и осмотрим ее. Какие у нее есть отличительные черты? Ну, вокруг очень много грибов. Это мы запомнили. Еще у нее шерсть. Обычная шерсть. Какого хрена? Перья у нее огненные, глаза голубые. Вокруг, в принципе, ничего интересного, кроме грибов. Либо я недостаточно внимательно наблюдательный такой. Тоже возможно. Будем, значит, действовать на рандом. Это, в принципе, моя любимая тактика. Погнали сюда. Что дальше? Какого хрена? Ну, грибы. Грибы ведь? Да. Вот оно! Ой, какой он милый! Вы посмотрите на него. А, вот ты где. Как ты сюда попал? Пойдем домой. Мама тебя уже обыскалась. Расплаковать что не может найти. Уранье. Она бы не стала. Почему ты убежал? Твоя мама даже яйцо высидеть не в состоянии. И так переживает за тебя? Ах, все равно вообще. Она же просто нашла где-то это яйцо. Мой тебе совет. Не лезь в чужие дела. Ладно, пойду я назад. Хм. Боже, какой милый и ласковый. Но с характером. Да он такой мимимишный вообще. Он мне нравится. Ой, он ищет. Так, что здесь есть интересного? Вот лениво лежит на куче подушек. Да они здесь все лениво отдыхают, откисают. А что по телеку? Это нагоняет на меня сонливость. Он, видимо, здесь и спал, чтобы мама его не дудосила. Так. Вот превратил это место в крепость самая настоящая. Ну, это интересно. Выходим обратно. О, он летит за мной. Ой, какой милашка. Он похож на детскую игрушку такую очень мягкую, пушистую. И как-то он не сильно похож на мать. Но мы его вернули. А почему у матери нет грибов на башке? Почему у него есть, а у матери нет? Управляющий Бука, ты мне все испортил. Чуть, не груби. Спасибо, что привел его ко мне. Вот, возьми это яйцо. Это я вообще виновата. Думала, смогу выяснить яйцо. Но чуть не потеряла самое главное в жизни. Я была слепа. Даже ребенки не позаботилась. Ох, какая мораль-то здесь есть. Нужно научить малыша летать. Он же летает, как слепой летучий мышонок. Неправда. Эх, как же быстро они растут. Да ладно, он еще мелкий. Оглянуться не успею, как он уже покинет свое гнездышко. Блин, она такая мемная. Давай яйцо. Где оно? Это яйцо, возьми его. Мы забрали яйцо. Скорее отнеси его в планетарий. Приготовь. Поспеши, пока она не передумала. Окей. Нужно торопиться. И какого хрена мы будем готовить в планетарий? Для этого вроде кухня должна быть. Леди, можете меня отвезти в планетарий? У меня тут яйцо. Это странно звучит. Так, мы выходим. Здесь будет кит. Вау. Я заворажен. Мне нравится. Выглядит очень. Прямо определенно. Это заслуживает большого жирного лайкосика. Ну а где я-то? Алло. Я где? Пойдем что ли? Где я? Вот он я. И вот он кот. Крошечный рыжий кот. Довольно милый. Похоже им не нравится вода. Да, ну конечно они вроде не сильно-то и плавать умеют. А ты что делаешь? Он жрет этот камушек? Или играется с ним? Впрочем, не важно. Нам нужно яйцо готовить. Давайте мы еще посмотрим на эти виды завораживающие. Снаружи настоящее море. Просто фантастика. Это не сон. Я думаю это смерть. Это твой дыб предсмертный. Яркая стая рыб. И у них огромные глаза. Они в заперти или свободно плавают? Не знаю, но меня они напрягают. Вы видели их глаза? Глазенки. Вот сейчас они будут проплывать. Вон они слева. Они криповые и просто трындец. Я надеюсь, нам не нужно будет их готовить. Некоторые звезды горят так же ярко, как солнце. А другие тусклые и бледные. Че ты философствовать-то начал? Давай ты сконцентрируешься на яйце. Думай, пожалуйста, о яйце. Пыльная билетная касса в местный планетарий. Так, а где кухня-то местная, а? Они совсем не напуганы. Ну конечно, там эта местная акула за стеклом. Насколько здесь глубоко? У тебя так много вопросов. Он в принципе только вопросы задает. Сюда мы должны поместить яйцо. Так, помещаем. Надеюсь, мне не придется ни от кого убегать. Все окей. Я поместил сюда яйцо. Но я вроде его готовить должен. Это что такое? Так. Ох. Да, школьная программа. Привет. Вы помните, в каком порядке планеты расположены? Ох. А здесь есть подсказка? Я нихрена не вспомню сейчас, наверное. Ох. Ой, какой большой милый кот. Ты что, не в духе? Малыш, ты неважно выглядишь. У тебя животик болит, да? Блин. Так. А, тут подсказка, кажется, слева есть, да? Давайте-ка мы воспользуемся, наверное, этой подсказкой. Эта подсказка что-то мне как-то не очень-то и сильно помогает, если честно. Но давайте тогда руководствоваться логикой. По-моему, Земля находится здесь, Марс находится здесь. Что, я угадал? Что это за непонятные точки начались? Дальше у нас, наверное, идет вот эта планета. А, типа вот эта я угадал. Ага, эту я планету достать не могу. Или я правильно все сделал? Давайте мы попробуем тогда вместо Земли какую-нибудь другую планету туда закинуть. По приколу. Один. Нет. Я, видимо, должен закидывать их по приколу, пока звездочка не выпадет. А-а-а-а. Окей. Окей. Получается, Земля где-то здесь. Ага, Марс где-то здесь. Я просто порядок перепутал. Вот эта планета у нас здесь. А-а-а. Все не так уж и сложно. Это здесь, это здесь, а это здесь. Все. Я гений планетарного масштаба. Охренеть. Я думал, что эта информация из моей головы навсегда стерлась. Но, как оказалось, нет. Она все еще здесь, в моей черепной коробке. Школьная программа еще не выветрилась. Я успешен. Это успешный успех. И вроде как яйцо готово. Это у нас теперь приготовленное яйцо, и я должен накормить котика этим яйцом. Мяу. Ах, какой аромат. Как раз к ужину. Мяу. Не беспокойся, я и тебе оставил. Так. А куда меня телепортируют? Я думал, мы большого кота будем кормить. Так. Котик. Оооо. Какая милота. Он сейчас вырастет тоже большим и сильным, да? Что произойдет? Сидит, кушает. Блин, такая милая парочка на самом деле. Что дальше-то произойдет? Мне очень интересно. А, мы вернулись к нему. Те дни пролетели словно сон. Мяу. А, как я... What the fuck? О, у него тоже, кстати говоря, огромный кот. Я что-то не сильно обращал на это внимание. Потеря близкого оставляет незаживающую рану. А-а-а, он потерял близкого. Для одних время остановилось, но для других оно движется дальше. Так, я тебе яйцо принес, чебупеля. Тут больше ничего интересного нет, только яйцо. Держи. О-о-о-о, как кайфово выглядит. Прям что-то я даже проголодался немножечко. Ой, котика покормили. Кажется, ему нравится. Девять из десяти рыжих котов толстые, а десятый еще толще. Спасибо за чудесный ужин, дитя мое. Прими эту монету в дар. Ага, золотая монета с котиком. В твоей помощи нуждается кое-кто еще. Я тебя перемещу. Снова? Да, снова. И, судя по всему, мы должны ему эту монетку дать, да? Ты хочешь монетку, котик? Хочешь? Хочешь, чтобы я тебе зубы почистил? А-а-а! Фу, какая мерзость! Ё-моё, ёшкин кот. Так, достаем, достаем, достаем. Фу, ты блин. Но я теперь понимаю, что он такой грустный. Ай-ай. Но я почти избавился от этих жуков. А что они заново-то появляются? Я должен всех за раз вытащить, что ли? Так, почти все. Да это невозможно. Их тут тысяча. Миллионы. А, в руку я должен их складывать. Тьфу ты, блин, я идиот. Складываю все это в руку. Хотя я бы не хотел их трогать руками. Последняя парочка осталась. Давайте. Вылезайте! Всех поймал. Да? Да. Все, тебе лучше. Не забывай зубы чистить. Мяу. Что еще? Что, что-то мы чистить должны? Или погладить его? А, он убежал. Замечательно. Что у нас в окошке? Морское дно так безмятежно. Рыбья школа исчезла. Какая еще рыбья школа? Ты что? С ума сошел? Не было там никакой рыбьей школы. Просто рыбы плавали. Этот кот ученый, кстати говоря, сидит. Правда, не под дубом. Сидит, пердит. Никто ему не мешает здесь сидеть. В принципе. О, это он! Это тот монстр. Он несет какую-то сумку. Смотри, за ним супер яйцо. Мяу. И как мне до него добраться? Меня вот тоже это интересует. Я просто могу пройти мимо. Ага, могу. Конечно. У меня есть золотая монета. Хочешь монетку? Эм, я должен использовать монетку на этом котике маленьком. Эй, привет. Ты мне поможешь? У меня есть золотая монетка. А, он собирает пазлы, судя по всему, какие-то. Так, ну, вроде не сильно сложно. Давай я тебе помогу это собрать. Надеюсь, у меня хватит интеллекта, чтобы это сделать. А, нам нужно коробку прям собрать. Ёшкин кот. А какого хрена с этой коробкой произошло-то, собственно говоря, а? Так, ну, у меня вроде получается. Это не так уж и сложно. А, и эту часть коробки нужно собрать. Все, элемент. Ну ты, котяра! А, ну у тебя вообще совесть-то есть, а? Я же тебе помогаю. Ну, какого черта? Это не игра. Мы собираем коробку, котеночек. Все. Вот вредное, а? Запаковываем. И что, мы должны ему коробку отдать? Думаете, он обменяет пустую коробку на проход? Какого черта? Пора подрезать тебе коготочки, котеечка. Так, берем коробочку. И нахрена она мне нужна? А-а-а-а! Охренеть не встать, такого я не ожидал. Он прям как Солид Снэк себя повел. Да, не обращай внимания, я просто движущаяся коробка. Чего ты топаешь? Я, видимо, могу вылезти теперь, да? Ну иди ко мне, яйцо на ножках! Давай, топай сюды. Вытапываем подальше. Я уже могу вылезти. Давай, вылезай. Теперь я могу подобраться к этому гребаному яйцу. Здесь так тихо и безлюдно. Да, я тебя понимаю. Ну давай мы все-таки подойдем к яйцу. Давай. Оно сразу же меня схватит. Да нужно что-то придумать. Ладно, давай мы еще направо сгоняем. Монетка. Мы должны воспользоваться монеткой. Вот ему нужна монетка, да? Что это такое? What the fuck? Эм, нам нужно собирать их по порядку. Ну, вроде это не сложно. А почему это тоже засветилось? Там же ни хрена не порядок. Что за бред? Или я должен сохранять количество определенное? Ага, это тоже светится. Короче, сила рандома мне поможет. Сейчас я что-нибудь накручу, наверчу. Нет, подождите. Вот это светится в любом из случаев. Почему, непонятно. Как это работает, тоже непонятно. Давайте мы сделаем что-то вот такое вот. Ага. Не, реально, рандом меня спасает. Просто невероятным образом каким-то. Я не знаю, что мне еще надо сделать. Возможно, вот так вот как-нибудь. Ага, почти все, кстати говоря. Осталось буквально парочку. Что? Как это довести до ума? Как? Что сделать-то надо? Я не понимаю. Я не хочу просто вникать, потому что на вникание уйдет несколько минут. А так, ну, все же работает, а? И да, там определенное количество. Вот здесь 8 и вот здесь 8. Вот здесь 8 и здесь 8. Здесь 8 и здесь 8. А дальше-то что? Дальше нам не хватает, чтобы 8 собрать. Что вы от меня хотите? Так, окей. Может, ему монетку дать? Нет, монетка его не устраивает. И сейчас все заново начнется. Твою мать. И спустя десяток минут я справился с этой проблемой. Это было не так уж и сложно, но немножечко вынесло мне мозги. Так, что дальше у нас будет происходить здесь? What the fuck? Оно очарована. Музыка из музыкальных шкатулок. Вот это чудище. Я могу забрать яйцо, наконец-то. И двигается в такт музыки. Давайте мы свалим побыстрее к яйцу. Привет! У меня теперь есть чудо-яйцо. Нахрена оно мне? Я не знаю. Ха-ха. Видимо, скоро выясним. Вот так. Ну и ну. Я же... И оно начнет гнаться за мной. Как только обнаружит, что мы забрали чудо-яйцо. Да? Что произошло? Котик. Куда котик делся? Котик исчез? Оу. Котик уснул. Какая милота. Ну вы только посмотрите на эту милоту. А дальше-то что будет происходить? Только не говори, что ты пожертвуешь собой ради котика. Хотя оно того стоит. Это же котик. Сидеть здесь. Нам просто его показали. Маленький серый котик. Но у нас светящийся есть. Кот-мутант. Это же определенно покруче будет. Привет. Что это все значит? Как-то я смогу забыть. Избавиться от этого навсегда. Словно этого никогда не было. Он потерял своего кота и так сильно распереживался, что с ума сошел или что происходит. Его мир начинает разрушаться от плохих воспоминаний. Это не круто. Камни падают. Земля трясется. Котику это все не нравится. А, котик туда решил залезть. Нет. Плохая идея, котик, судя по его лицу. А, и он сам туда упал. Ну, конечно, это прям классика. Классическая. И мы внезапно сейчас окажемся под землей. И там будут очередные монстры. Ёкарный бабай, что за чувачки в шапочках? Ох, откуда в музее-то штуковина? И куда подевалась кошка? Здесь совсем нет света, а воздух сырый и холодный. Так, что я могу с вами делать? Похоже на детскую шапочку. Да я и так вижу, как ярко, как выразительно, как экспрессивно. Привет, девчуля. Глаза прижаты друг к другу. Ё-моё, фантазия. У авторов что надо тут, конечно. В корнях какой-то странный сосуд. Это мы запомним. Это сосуд с какими-то глазами руками. Охренеть не встать. Ты у нас кто? Глава, утыканная иголками. Но это, я думаю, какой-то символизм, что у чувака была тяжёлая жизнь, много травмирующих событий. И вот они рано или поздно добили его вот до такого состояния. Ну, вы видите, как он висит, да? Ступни не хватает. Может быть, она упала где-то здесь? Так, ступня. Ну, давай мы её поищем. А это что такое? Какое зловоние. Ну, эта штука уже разлагается. Привязанная висит сверху. Это вообще живая. Коса похожа на верёвку. Завёрнута в волосы. Опять же, запоминаем. Язык выпал. Этим мы можем воспользоваться. В животе большое отверстие, а внутри грязь и ветки. Вау! В корнях опять странный сосуд. А-а-а! А-а-а! Страшная мразота сидит там. Не, я с тобой не хочу дружить. Я пойду направо погуляю. А здесь у нас что интересного? Здесь серебряная подвеска. Кстати говоря, это военные жетоны. Буквы слишком мелкие. Их не разобрать. А это Терекс! Какие страшные клыки у него. Согласен. А зачем нам направо идти? Вау! Это другая часть музея с динозаврами. Ставь лайк, если любишь динозавров. Но они же крутые. Посмотри. Множество клыков. Прямо как снаружи. Они как-то связаны между собой? У тебя совсем уже крыша поехала? Если у животных есть клыки, они не связаны. Это просто факт. У тебя тоже зубы есть. Это у нас что такое? Полностью в грязи, но не гниет. Ну потому что это скелет. Слой за слоем. Так и творится история. У него вместо рта птичий клюв. Так. Ну тут ничего интересного вроде как нет. Либо тут будет оживший динозавр. А тут ну один есть. Правда он подводный. Вода вытекла из дырки. Оооо. Ты с воводу умираешь от жажды. Так он и умирает. Он подводное существо. А котик сидит, откисает. Вы посмотрите на этого милого котика. Он прям сидит. Чили бумбит. У него в голове наверное Боб Марли играет. Как такие огромные существа смогли исчезнуть с лица земли? Ой, очень просто. Земля поменялась. Метеориты прилетели. В общем там было много различных событий. Возможно у него больше друзей на дне океана. Да. Я думаю его друзья все вымерли давным-давно. Я должен откапывать динозавров? Куда мне песок сгребать? Эй. Что делать-то надо? А, я должен его потрясти. Я нашел звездочку. Здесь что у нас интересного опять? Трясем, трясем, трясем. Это у нас камушек в виде котеночка был. Опять трясем, трясем, трясем. Опять камни. Может быть здесь? Или это просто рандом? Опять непонятно что. Но это что-то его удовлетворило. Это пробка. Так, ну я более успешный археолог, чем вот этот мужичок. Давайте мы заткнем пробку. Но нам еще потребуется вода. А откуда мы ее возьмем-то? Так, водичка. А, она просто начала набираться из ниоткуда. Охренеть не читать. Ой, 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 ой. Что котенок учудил? Котенок, не надо было этого делать. Все нормально? Блин, но эта рыбина на той картинке выглядела гораздо страшнее. Какая необычная рыба. Вот здесь светящаяся кошка. Она непременно попыталась бы ее поймать. Кстати, без кошечки даже как-то грустно. А этот мелкий котенок разворотил скелета. Теперь я могу кость с собой взять. Кость динозавра. О, кость мы можем отдать песику. Ну, давайте сгоняем к песику, отдадим ему косточку. Надеюсь, что он не отгрызет мне руку вместе с этой косточкой динозавра. Ай, ай-яй-яй, плохой песик, плохой. Держи кость. Все, успокоился. Хороший песик. Лишь бы кости глодать. Так, идем теперь налево. Тут опять буквы слишком мелкие. Очень криповая морда. Это на какого-то и на пришлэнса с планеты жопа напоминает мне. Они извернулись в льяную ткань. Похоже на странных купол. Блин, ну это тоже символизм какой-то, кстати говоря. Возможно, мне даже стоит это куда-то зарисовать или запомнить. Топаем налево. О, гоблин! А, шкаре, беги! Куда? Мы сейчас, видимо, найдем своего котика. Он под землей. Что это такое? Это было кошка. Нет, это был подземный гремлин. Они здесь отдыхают. Прячься. К кому прятаться? Ты с кем разговариваешь? Ты один здесь, придурок! Ладно, спокойно. Уф, еле дышу. Боже, у меня голова раскалывается от этого проклятого места. Давай, тогда выбирайся отсюда, в мир гоблинов. Ох, мы пришли в какую-то гостиничную часть этого музея. Хочешь попробовать? Рискни. Вдруг выиграешь? Выиграешь то. А у меня есть монетка, кстати говоря. Это сотрудник, заведующий игровым автоматом. Наконец я потрачу золотую монету. Давай, давай, давай. Да у меня есть монета. Да, давай, давай монету потратим. Я хочу поиграть. Я азартный сегодня. Держи. О, следи внимательно. Так. Золотая монета здесь. Слежу внимательно. Ага, вот тут она. Вот здесь. Теперь вот здесь. Вот здесь она. Опа. Какого черта? Что за скам? Какого черта? Опять она вот здесь. Теперь здесь. 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 Ё-ё. Ё-моё. Чего? Где? Вот здесь она? Черт, я проиграл. Меня заскамили на монету. Теперь монета здесь. Я должен всё-таки выиграть его хоть раз, чтобы эта игра завершилась. Монета вот здесь. Так, вот здесь она. Да, вот здесь красная монетка. Я её забрал, кстати говоря. Сколько мне таких красных монет нужно? Монета вот здесь. Ё-моё. Не люблю я ваши напёрстки всякие. Куда? Что происходит? Я нихрена не увидел. Ну забейте вообще. Где она была? Покажи мне. Что по центру? По центру, конечно же. А когда эта игра завершится? Вот здесь. Главное следить. Ну вот сколько раз оно перевернулось? Ага, ага. Ё-моё, здесь? Нет, наверное, тогда вот здесь. Вы чё-то понимаете, а? Вот ставьте лайк, если нихрена непонятно, а? Когда это кончится? Ё-моё, слишком... Ой, я вообще перестал следить. Короче. Эники, беники, гель, вареники. Вот здесь. Охренеть, угадал. У меня три монеты! Я смог! Так, эти три монеты я использую вот здесь. Так, первый жетончик. Наконец-то. Это... Это что за хрень? Фу, ну и гадость. Пока-пока. Это какой-то хреновый приз. Ладно, у меня есть ещё пару жетонов. Не переживайте. Что ещё нам выпадет? Фу. Блин, ну пока, наверное. Не убивай её, пожалуйста. Я только её выиграл. Ну ты, мудак. Ох, ну ты мощный мудак. Давай. Пока, надеюсь, больше не увидимся. И, видимо, третье существо будет ещё больше и сожрёт жабу, да? Нет, золотой билет. Вау. Клёво. Видимо, это билет как раз-таки в кошачий музей. Что случилось? Ты автомат сломал, дурачок. Всё с тобой понятно. Теперь тебя посадят в кошачью тюрьму, в кошачий музей. Так, ну, держи золотой билет. Всё, я могу пройти. А, не ему нужно билет давать. Так, чё ещё интересного? Здесь, внизу, безопасное. Но в этом я сильно сомневаюсь. Меня чуть псина не сожрала. Куда? Сюда нужно золотой билет? Да нет. И не сюда, и не сюда. Нам обратно возвращаться нужно. Но если вы хотите вернуться обратно и вернуть нашего милого светящегося котика, обязательно влепите лайк под этим видео. Напоминаю про 5000 лайков. Также подписывайтесь на канал, это очень важно. И не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.